Что касается иных дел по налогу на прибыль. Во-первых, хотелось бы затронуть проблему, связанную с учетом расходов за третьих лиц. Ну, вообще это общеизвестно, да, что в том случае, если те или иные расходы позволяют излечь выгоду третьим лицам, то у таких расходов достаточно серьезные риски того, что их налоговый орган может не принять и может сказать, что они необоснованы. То есть может быть указано на то, что в данном случае такие расходы не связаны с деятельностью налогоподельщика, а связаны исключительно с деятельностью третьих лиц. И очень часто налоговому органу действительно удается доказать свою позицию и снять расходы, которые имеют то или иное отношение к деятельности третьих лиц. В качестве примера можно привести, например, дело «Высокие технологии», в котором налогоподельщик осуществил ремонт фонарей и крыши арендуемого здания. Однако налоговые органы посчитали, и нежестоящие суды поддержали их в этом, что в данном случае такой ремонт, он относится к капитальному, а обязанности по проведению капитального ремонта, они лежат на арендодателе. Соответственно, если арендатор осуществляет такие расходы, то эти расходы, они связаны непосредственно с деятельностью третьих лиц и не могут быть учтены по налогу на прибыль. Судья Верховного суда поддержал такие выводы. Следующая проблема. Эта проблема была затронута в деле Алроса. В данном случае компания, налогоплательщик, осуществлял расходы по содержанию жилья муниципалитета. И в данном случае опять суды указали на то, что эти расходы непосредственно не связаны с деятельностью налогоплательщика. Третий негативный исход, точнее негативный пример такого рода дел в деле Архангельск, граждан, реконструкция. В данном деле рассматривалась ситуация, когда был заключен договор строительного подряда, но при этом налогоплательщик также осуществлял деятельность по поиску долевых участников на объект строительства. И при этом осуществлял расходы по поиску таких долевых участников. Однако суды посчитали, что в рамках договора строительного подряда таких обязательств налогоплательщик не принимал. И, по сути дела, налогоплательщик действует в интересах своих заказчиков, и поэтому соответствующие расходы не могут быть признаны связанными с деятельностью непосредственно налогоплательщика. Следует заметить, что такого рода споры, они появляются и в 2019 году, и в качестве примера можно привести дело Лебедянский. В данном случае рассматривалась интересная ситуация, когда производитель пищевых товаров осуществлял рекламу собственной продукции. Однако как налоговые органы, так и суды посчитали, что в данном случае расходы на рекламу необоснованы. При этом было указано на то, что необоснованы расходы потому, что вся продукция приобретается управляющей компанией, и при этом, на самом деле, соответствующий завод, он обязан был всю эту продукцию передавать управляющей компании. То есть, как было отмечено в судебных актах, и судья Верховного суда поддержал этот вывод, налогоплательщик не был самостоятельным лицом, не обладал самостоятельностью в распоряжении собственной продукции. И в этой связи суды пришли к выводу о том, что расходы на рекламу необоснованы. Здесь, на самом деле, следует заметить, что у меня в практике было схожее дело, и в том деле нам, прилагая достаточно большие усилия, прилагая большое количество аргументов, в самом деле удалось доказать, что такого рода расходы, они на самом деле обоснованы. Но, как видите, к сожалению, практика и подходы судов меняются, и меняются не в пользу налогоплательщиков. Следующее дело, на которое я бы хотел обратить внимание, это дело, связанное с обложением процентов по займу, в том случае, если займ выдается сельхозпроизводителям. Дело в том, что в главе 25-й налогового кодекса предусмотрена нулевая ставка в отношении прибыли сельхозпроизводителей. Однако возник вопрос, ко всем ли доходам применяется эта нулевая ставка. И именно данный вопрос рассматривался в деле Пироговский. И суды, в том числе судья Верховного суда, пришли к выводу, что нулевая ставка, льготная ставка распространяется лишь на ту часть прибыли, которая непосредственно связана сельскохозяйственной деятельностью налогоплательщика. В том случае, если такой связи нет, то и облагаться соответствующие доходы, соответствующая прибыль должна в общего установленном порядке. В данном случае суды признали, что проценты по займу не связаны с сельхоздеятельностью, с сельхозпроизводством, ну и поэтому такие доходы должны облагаться в общего установленном порядке, к ним должна применяться общая ставка. Замечу, что, в общем, такого же подхода придерживается и Минфин России. Реквизиты этого письма вы видите.